Ну ладно, с тем привет, друзья! Сегодня решил записать такой видеоролик, как живут бедные литовцы. Дело в том, что у меня на канале есть такой видеоролик, он называется «Как живут обычные литовцы». И этот видеоролик набрал очень много просмотров. И помимо того, что он набрал много просмотров, он набрал еще много гневных комментариев. Многие люди писали, что «Александр, что ты врешь, так не живут простые литовцы, так живут какие-то богачи, миллионеры, мультимиллиардеры, либо какие-то дети чиновников». И то есть все люди писали примерно вот такие комментарии. И поэтому я решил записать такой видеоролик. И хочу уточнить, ребята, что в том видеоролике там стоимость этих домов была где-то от 70 тысяч и где-то до 200 тысяч. То есть это были такие не очень дорогие дома. И это все происходило в городе Алитус. Город Алитус – это шестой город по величине в Литве. То есть население там составляет всего лишь 50 тысяч. А сегодня я приехал в Ковнос. И если вы говорили, что те дома принадлежали миллиардерам, миллионерам, и вы говорили, что там живут одни богатые литовцы, то сегодня я приехал в Ковнос. И я хочу снять вам дома, в которых живут бедные литовцы. Итак, ребята, вот сейчас на экране первый дом. Дом бедного литовца. Вот так вот он выглядит. Смотрите. Ну, тут все такое стеклянное. То есть он полностью стеклянный. Здесь у них во дворе есть такая парковочка. Вот стоят автомобили. Вот такой вот домик, ребята. Это вот бедные литовцы. Потому что в прошлом ролике вы говорили, там богатые были. Ну, а вот это вот, наверное, какой-то бедный литовец здесь живет. И давайте пойдем еще дальше. Я вам сразу покажу второй домик. Блин, кстати, друзья, сейчас у нас осень. И смотрите, какая красота здесь. Прям такой листопад под деревьями. Все красиво выглядит. Прям хороший денек такой мы подобрали, чтобы вам показать дома бедных литовцев. Вот еще один домик. Блин, он вообще просто огроменный. Он три... А, раз, два, три, да, три этажа. И также во дворе еще идет парковочка. Вот смотрите, какой классный дом. Блин, вообще вот этот мне нравится. У него прям полностью стеклянное такое остекление. И там прям окна идут от пола. И на третьем этаже тоже от пола. Ну, вот такой дом, ребята. Тоже обычного бедного литовца. А, и еще, ребята, обязательно, знаете, забыл сказать, что так как эти литовцы бедные, то они еще и должны вот эти листья под деревьями сами убирать. То есть никакие тут коммунальные службы за них не убираются. Поэтому вот эти вот бедные литовцы выходят с вениками, с лопатами. И вот эту территорию они до дороги, они должны сами, короче, полностью все убирать. И потом они складывают все в такие огромные мешки. И эти мешки они должны ставить вот здесь у обочины. И потом проезжает специальная машина, ну, то есть государственная служба. И она забирает этот мусор. То есть, ну, вот так, ребята, видите. Люди бедные, что, приходится все самим убирать. Да, и еще небольшая поправочка, ребята, что на самом деле вообще есть службы, короче, да, они убираются, но они убираются раз в месяц. И вот сейчас вы видите, вот видите, это здесь убирались, наверное, в прошлом месяце. А это вот дерево, с него нападали листья, наверное, буквально недавно. И здесь хозяева, они вот в скором будущем, они сами выйдут и все это приберут. Потому что, смотрите, если мы развернем камеру вот туда, то у соседей уже все чистенько. Но эти люди еще, видать, они, знаете, работают, может быть. Денег-то нет у людей, зарабатывают деньги. Некогда даже возле двора убраться. Но скоро, знаете, уберутся, я уверен. Потому что они здесь все сами делают. Ребят, и еще хочу показать, как здесь забор сделан. Смотрите, толщина, короче, с мой палец. То есть где-то сантиметровое железо. И оно вот просто снизу приварено. Вот видите, оно даже вот так вибрирует. И еще хотел обратить внимание, смотрите, какие у них елочки хорошие. Это сосна, но это не просто сосна, а у нее очень-очень длинные иголки. То есть у них длина где-то, ну, наверное, с мою ладонь. То есть длина вот этих иголок. Я обратил внимание, знаете, просто увидел. Мне стало интересно, решил с вами поделиться. Еще, знаете, решил снять такую немаловажную деталь. Здесь в этих домах вот бедных литовцев иногда встречаются вот такие вот будочки. Это будочки охраны. То есть там человек сидит и охраняет эти дома. Так, 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 друзья. Короче, вот сейчас в центре экрана еще один очередной дом бедного литовца. Но он, короче, засажен вокруг вот такими высокими деревьями. Ну, чтобы там ничего не видно было, короче, вообще. И я еще, знаете, хочу напомнить вам в этом видеоролике, что вы должны вот, ну, держите просто в голове вот эти числа. То есть только земля, земля под вот этими домами, которые я буду показывать в этом видеоролике, только земля стоит от 200 тысяч евро до 400 тысяч. То есть вот только земля, на которой стоит этот дом. И плюс стоимость еще, ну, постройки самого дома. То есть его такая стоимость обычная где-то, знаете, в районе тоже там 400-500 и выше тысяч евро. То есть получается, в общем, итоги эти дома стоят где-то в районе миллиона евро. Так, 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 ребятушки, приближаемся еще к одному дому бедного литовца. Вот он у нас прямо по кадру. И опять же напоминаю, ребят, запомните, земля стоит около 400 тысяч евро. Вот еще один дом, ребята. Тут домик попроще, но запомните, земля 400 тысяч евро. Скорее всего здесь живет, может быть, какая-нибудь кассирша из магазина Норфа. Так, ребята, еще, еще у нас прямо по кадру. Вот еще один домик. Тоже бедные литовцы живут. Ну, такой простенький. Девиману, ребята, вот это вообще, это самый бедняк тут, наверное, живет. Смотрите, какой дом. Он просто размером, камера даже не передает, но он просто выглядит, как какая-то огромная крепость. И, кстати, у них вид здесь очень красивый. То есть вот отсюда, а с этой стороны, здесь прям весь ковнос видно. То есть прям рядом, недалеко от центра, так сказать, может это... Ну как, если объезжать на машине, это, конечно, далековато. От центра будет объехать. Но вообще, как бы, буквально, знаете, ковнос как на ладони здесь. И вот он, как выглядит этот дом. Тут, кстати, два этажа. Еще я вижу подвал есть. И еще есть крыша, то есть чердачный такой этаж. Вот еще у нас тут тоже прямо по кадру. Еще один домик бедного литовца. Здесь у нас сколько этажей? Раз, два. Там еще чердачный этаж. И еще вон, я вижу, подвал тоже есть. Ну вот так вот люди живут. В принципе, не богато. Так, 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 ребятушки. Вот еще один дом. Еще бедные литовцы. Тоже вот они. В прошлом видеоролике там были богатые. Ну а это бедненькие. Или средний класс. Так, ребята, еще один дом. Вот этот, кстати, мне вообще нравится. Мне нравится дизайн, цвет и какие окна. И еще знаете, что я хочу спросить? Я хочу спросить, что напишите в комментариях, как вы думаете, кто живет в этих домах? Вот еще, друзья, тоже прямо по кадру. Дом обычного литовца. Вот он, он посередине. Напоминаю, в комментариях напишите, как вы думаете, кто здесь живет, кем работают эти люди. Так, вот еще пара домиков, ребята. Подождите, я вот так вот пройду. Вы посмотрите. Вот еще один дом. Вот. И вон еще один тоже красный такой. Вот такие вот дома обычных литовцев. Друзья, блин, я прямо увидел. Не мог даже не снять. Посмотрите, какой кустик. Он прямо вот такого ярко, прямо розового-красного цвета. И я даже не знаю, что это за растение. Первый раз в жизни такое вижу. Напишите в комментариях, если знаете, как это называется. Ну, выглядит вот так вот просто прекрасно. Вот еще один дом, ребята. Как вам такой домик? Так, 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 ребята. Здесь, короче, кто-то вот настолько просто бедно живет, что он вот такие деревья высокие посадил, чтобы даже не видно было его дом. Я не знаю, сколько здесь высота этих деревьев. Наверное, может быть, метров пять. И забор тоже, кстати, где-то с меня ростом, где-то метр восемьдесят пять под два метра. Ай, вот-вот, ребята, кстати, вот и дом видно. Вот такой вот там домик бедного литовца. Вот так вот мы тут живем в Литве на хуторах. Еще-еще, ребята, что я хотел сказать в этом видеоролике, знаете, так, на заметку вам. Вот эти все дома, которые я вам сейчас показываю в этом видеоролике, они еще уникальны тем, что в этих всех домах жили раньше, то есть жила вся литовская знать. То есть все знаменитые люди, они вот жили в этих домах. А сейчас эти дома принадлежат вот уже, ну, обычным бедным литовцам, так сказать. Вот еще один домик, ребята. Вот он, он впереди у нас на кадре. Ну, вот так вот мы тут и живем в Коунасе. Загниваем. Так, так, ребятушки, еще один дом бедного литовца. И он, смотрите, он здесь туйами вот так вот засадил дом, чтобы не видно было всю эту бедноту. Но еще, знаете, с одной стороны он не успел посадить, поэтому я вам вот так вот домик покажу. Вот так вот бедно живем. Вот еще один домик, ребята. Ребята, посмотрите вот сейчас на экран. Вообще, ребят, я хочу немножко прокомментировать вообще, почему я решил снять этот ролик. Дело в том, что в том видеоролике все люди писали, что там в тех домах живут какие-то олигархи. На самом деле нет, друзья. Вот как раз-таки я все и снимал по правде. То есть те дома, которые я вам показывал, там на самом деле живут обычные люди. А вот эти дома, это уже дома как бы состоятельных людей. Потому что, как я вам сказал, здесь земля только стоит от 200 до 400 тысяч евро. Поэтому я не знаю, почему люди пишут такие комментарии. То есть почему они считали, что в тех домах живут какие-то богатые люди. На самом деле там живут самые обыкновенные литовцы. А вот здесь уже живут зажиточные. Вот еще один домик тоже очень красивый. Ну, у него окна, конечно, не от пола, но тоже я вижу, что очень классный. Здесь есть подвал, еще два этажа и еще чердачный этаж. Вот такой огромный дом. Я не знаю, там квадратов 500, наверное, он. Еще раз напомню, друзья, что все эти дома имеют какую-то историю. И эти дома их выкупают и потом реновируют и приводят вот в такой вот вид. И потом они выглядят вот так. Давайте еще вот этот покажу. То есть вот так они потом становятся выглядеть. И люди здесь живут. Вот еще один дом, ребята. Этот дом, когда я первый раз увидел, мне он очень понравился. У него очень красивый вот такой фасад спереди. И здесь снизу такой идет, ну, как гараж-навес под автомобили. Ну, здесь сейчас два автомобиля стоит, но я вижу, что там даже можно где-то четыре автомобиля вместить. Вот еще, ребят, два дома. Посмотрите вот сюда. Эти вот вообще очень красивые. Вот этот такой, как половина треугольника. И тот вон тоже очень красивая крыша сделана. Вот так живут, ребята, состоятельные люди в Литве. А то, что в прошлом видеоролике было, как я еще раз повторюсь, это обычные люди. Вот еще, друзья, один дом. Посмотрите тоже, как он выглядит. Вот этот вообще, кстати, очень мне нравится. Он, во-первых, огромный такой. И, во-вторых, у него вот здесь передняя часть, она вся полностью из стекла сделана. И вон там сверху балкон, он тоже полностью стеклянный. А здесь снизу, вот вы видите, два гаража. То есть, вот он один, и вот он второй. И там еще сверху, вон, два окошка. Ну, то есть, планировка у дома вообще классная. Я вижу, что дом шикарный. Вот еще один дом, ребята. Сейчас подождите, я тут дорогу перейду. Тут вообще, кстати, машины прям редко так ездят. Ну, тут что, людей немного живет. Только вот в этих домах люди и все. И смотрите, вот он домик. Этот дом интересный тем, что он, знаете, такой, как в мультиках выглядит. Ну, такой необычный. То есть, много всяких на нем деталей, изгибов. Такой он зелененький. Интересный, короче, домик. Здесь вот еще один дом, ребята. Здесь, кстати, на первом этаже идут такие оранжереи. Ну, там теплицы. И там растут всякие разные растения. Вот еще один домик, ребята. Это тоже такой довольно своеобразный. У него интересный вот этот такой вход. Там какой-то полукруглый, потом квадратный. Сверху крыша треугольная. Но, знаете, в общем и целом дом хороший и очень большой. Вот еще один дом, ребята. Если меня сейчас плохо будет слышно, это я просто камеру поднимаю. Этот дом, я вообще просто в шоке. То, что смотрите, какой он огромный. То есть, кажется, как будто там, знаете, несколько хозяев живет. На самом деле здесь живет один человек. А вот, кстати, то, о чем я вам говорил, что многие эти дома их покупают и потом реставрируют и живут в этих домах. То есть, в домах, где раньше жили какие-то известные люди Литвы. И вот вам один из таких примеров. То есть, домик сейчас вот реставрируют. И когда его сделают, посмотрите, какой он будет крутой. У него вся передняя часть вообще выполнена полностью из стекла. То есть, блин, когда его закончат, вообще будет топовый дом. Вот этот домик сейчас на экране вообще классный. Мне он нравится тем, что он не сильно большой, но зато он с виду такой, прям, знаете, уютный-уютный. И красивый тоже. Ребят, смотрите, какая классная собака. Я не знаю, что это за порода, но смотрите, какая она красивая. Вот еще тоже интересный дом такой. Он в стиле, наверное, хай-тек. То есть, весь такой квадратный. Из таких кубов сделан. Но, тем не менее, тоже видно, что дорогой такой дом, богатый. А этот дом вообще, посмотрите, какой он огромный. Он размером, наверное, с какую-то пятиэтажку. Но, на самом деле, тут два этажа. Но я вижу, что эти этажи, у них очень высокие потолки, наверное, здесь. То есть, посмотрите, какой он огромный, этот дом. И давайте я вам еще покажу, как он спереди здесь выглядит. Вообще просто гигантский. Еще, кстати, здесь раньше были посольства. То есть, здесь были здания посольств. И потом они тоже были вот проданы. И люди их купили. И теперь вот здесь живут. Вот этот дом, ребята, вообще. Я сейчас, когда его увидел, я прям говорю, нифига какой дом. Смотрите, он, короче, весь такой квадратный. А вот передняя сторона, она полностью вон там стеклянная. И здесь снизу идет, смотрите, гараж. Тоже такой, как минимум, по две машины. И вот здесь полностью передняя стена сделана из стекла. Очень красивый дом. И помимо этого, вот как я уже вам говорил, что сами хозяева этого дома, они вот здесь вот косят вот эту травку газонокосилкой и убирают листочки. То есть, все это люди сами поддерживают в чистоте. И вот так вот они живут. То есть, не только у них чистота на территории двора, но и за забором у них тоже чистота. А это, ребята, короче, самые бедные живут здесь литовцы. Этот дом не принадлежит одному хозяину. То есть, здесь, наверное, человек восемь живет. Вот, но несмотря на это, посмотрите, как выглядит домик. Давайте я вам подойду вот сюда, покажу. А здесь у людей есть даже вот такая лепнина. И они ее восстановили. То есть, сейчас я вам покажу, вот здесь спереди подойду. Вот есть такая лепнина. Они ее восстановили, и теперь она вот выглядит как новенькая. То есть, здесь, наверное, вот где-то восемь человек живет. И вот так вот они живут. Вот это вот реально, ребята, как бы, ну, простые, очень простые люди здесь живут. Так, ребят, еще один дом тоже классный. Я его сдалека просто увидел, мне он понравился. И тут пришлось аж, знаете, в такой тупик забраться. Потому что домик находится в тупике. И вот он как выглядит. А, кстати, тут сейчас из некоторых домов даже подходили люди, выходили. И спрашивали, говорит, потинка намас. Ну, то есть, что нравится наш дом. Я говорю, тейп, потинка. И они как бы улыбаются и говорят, я говорю, юсу намас. Они говорят, тейп. И то есть, это вот люди здесь живут. И это их дома. И они выходят, иногда спрашивают, что я тут снимаю. Так, друзья, еще один домик покажу. И, знаете, еще хотел вот эти листья вам показать. Смотрите, какая красота. Сейчас у нас осень в Литве. И просто вообще прекрасно все выглядит. Мы вообще как бы, ну, приехали просто, так сказать, знаете, отдохнуть в Коунас. И здесь решили вот погулять по этому району и показать вам вот эти домики. И, знаете, тут очень приятно здесь, кстати, ходить гулять, отдыхать. И смотреть на вот эту вот всю красоту. И на красоту природную, и на красоту человеческую. То есть, вот такие домики. Тоже приятно посмотреть, знаете, как люди, ну, вкладывают душу. То есть, ремонтируют это все. Поддерживают в чистоте. Стригут газон. И сейчас, мы, знаете, по улицам здесь идем. А я просто на камеру это не снимаю. Но здесь многие люди, они убирают эти листья. То есть, сгребают их, работают. И прям, знаете, это так коллективно происходит. То есть, прям все соседи выходят. И все это убирают. Ну, как бы молодцы люди, что они ухаживают за своим имуществом. Еще, друзья, вот сейчас на экране тоже домик. Он, конечно, не такой прям огромный. Но зато тоже вот такой новенький и красивый. Посмотрите, какой классный. И тут тоже вот гараж идет огромный. Тут три машины запросто войдет. И тоже, смотрите, какая осень. Какая красота. И еще хочу что сказать вам, что все вот эти дома, которые я вам сейчас показываю в этом видеоролике, они находятся неподалеку от центра. И недалеко от парка Ажолинос. Вот еще, друзья, тоже хороший домик. Хочу вам показать. Сейчас я подойду. Тоже очень интересное такое решение. То есть, такой, я не знаю, какой это даже стиль. Но классно выглядит. Вот еще один дом, друзья. Ну, этот такой прям лобейдиделис. Очень большой. Огромный даже, я бы сказал. Двухэтажный. Но он, знаете, в ширину большой. И вот еще, ребят, этот же дом. Я вам покажу с этой стороны. То есть, какой он большой, огромный. И давайте еще вот сюда камеру проведу. Смотрите, здесь у нас идет деревянный дом. И то есть, его восстановили. И восстановили также из дерева. То есть, его не покрыли бетоном. А вот именно сделали так, как он выглядел раньше. И смотрите, как красиво получилось. То есть, все прям восстановлено в деталях. И можно посмотреть, как он выглядел раньше. Только теперь он вот как новенький. И вот еще, ребята, тоже очень крутой дом. Вот этот мне вообще нравится. Он такой, как бы, высокий. Но в то же время узкий. И много-много вот таких окон красивых. Короче, вообще классно выглядит. Друзья, короче, увидел эту машину. Решил вам ее снять. У нее вот такие вот надписи прикольные. И она вот так вот выглядит. Вот еще, друзья, тоже классный домик. Смотрите, как он выглядит. Особенно вот это дерево классно выглядит. Прям на углу улицы. И вот такой вот дом. Весь такой тоже квадратный. Здесь сразу идет гараж на первом этаже. И там дальше уже идет сам дом. Вот еще тоже дом, ребята. Тоже он просто огромный. Трехэтажный. Не знаю. Нет, там подвал. Да, вот первый подвал. Потом еще два этажа. Выглядит очень красиво. И его еще, вот как вы видите, его ремонтируют. Здесь еще доделывают все. Но тоже он уже, знаете, даже уже он выглядит вообще просто шикарно. Давайте я еще обойдусь вот этой стороны. Чтобы вы увидели, какой он большой. И вот еще один тоже хороший дом. Вот этот вообще просто классный. Особенно классно, что у него сразу вот здесь вот заезжаешь на машине. И здесь можно припарковаться. И вот так сам дом выглядит. Вообще просто крутой. Здесь вот калиточка. Можно заходить. И здесь вот входная дверь. Очень классный дом. Так, вот еще, друзья, крутой дом. Здесь прям, знаете, даже забор выполнен в таком же стиле, как сам дом. То есть вот такой квадратненький. Дом такой тоже квадратненький. И вот так вот он выглядит. Территория тоже здесь чистенькая. И здесь за забором тоже чистенько. Вот так вот люди живут. Ухаживают за своей территорией. Так, вот этот вообще классный. Классный он тем, что у него с передней вот этой стороны, смотрите, там витражи прям такие идут на окнах. Ну и вообще, кстати, дизайн интересный. То есть снизу здесь машина заезжает, гараж. Сверху тут уже жилое помещение. И он тоже очень-очень большой. Вот этот еще домик тоже очень огромный. Там сверху даже терраса еще есть. То есть получается три этажа. И, ребята, да, я вижу, что еще внизу там еще и подвал есть. То есть по сути четырехэтажный дом. Вот этот дом, он вообще размерами гигантскими. Я не знаю, там может быть тысяча квадратных метров, может, в этом доме. Но до тысячи точно там что-то есть. И самое главное, ребята, где находятся эти дома, смотрите, вот. Вот так вот переходишь дорогу, и ты попадаешь прямо в парк. То есть здесь можно гулять, здесь можно веселиться. И в центр города можно даже пешком добраться. Друзья, уже темнеет, короче, ну еще решил последний домик заснять. Посмотрите, какой он гигантский. Тут, наверное, полторы тысячи квадратов, а может даже две тысячи. Вот такой он огроменный, вон три этажа. И еще я вижу, что и подвал есть. И еще вот такой гараж. И здесь идет двор, и во дворе тут еще можно машины ставить. И там еще вон огромный такой кондиционер или вытяжка. Не знаю, что это такое стоит. Вон белый стоит, а вон то, вон серый. Вообще какая-то то ли вытяжка, то ли что. Там, наверное, одна вытяжка только, может быть, две или три тысячи евро стоит. Да какой три? Может быть, даже четыре или пять тысяч евро. Вот такие вот домики, ребята, здесь. А, и еще решил, знаете, заснять, что этот дом, он огромный. Но он еще и вот так соединен, вот таким переходом стеклянным, с вот этим вторым домиком. Ну, я так понимаю, что родственники, наверное, живут и объединили вот так вот. И на этом наш видеоролик подходит к концу. Надеюсь, в этом видеоролике я хорошо вам показал, как живут бедные литовцы. И хотел бы, чтобы вы написали в комментариях, что за люди здесь живут. Может быть, даже кого-то вы знаете, какие-то ваши знакомые, чем они занимаются. Может, они какой-то бизнес держат. Ну, то есть, напишите вообще в комментариях, что за люди здесь живут. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Весно, герой, ики.